Насколько изменилась армия? Промежуточные итоги подводят в вооруженных силах и без преувеличения можно сказать. Боеспособность вышла на новый уровень. Внезапные проверки стали обычной практикой, а другие учения разного уровня только в этом году исчисляются сотнями. Сергей Зенин продолжит тему. Звезда, я Беркут, вас понял. Атака 700 боевиков движения «Талибан» успешно отбита. Оборону держали силы оперативного реагирования страну ДКБ. В маневрах участвовали 2500 военнослужащих, 500 десантников от России. А вы готовы, если на Северный полюс пошли? Без проблем. Уже были такие у нас командировки. Нам без разницы. Что жаркий ёлк, что крайний север. Командование сказало, задачи выполнены. Внезапные проверки боеготовности российской армии теперь проходят настолько часто, что уже стали для наших военных делом привычным. 900 учений за безмалого полгода. Переброска войска боевой техники за тысячи километров от мест постоянной дислокации – нормальная практика тренировок вооруженных сил. «Был на параде, прошёл. Вернулись и тут же подорвали по тревоге, получили имущество. И вот мы уже на аэродроме, готовы вылетать, куда прикажут». Соседи из НАТО не всегда успевают следить за ходом передислокации наших войск. О том, что под Калининградом был развернут и приведён в боевое положение ракетный комплекс «Искандер-М», на Западе узнали спустя почти неделю. Радары НАТО не смогли зафиксировать ничего подозрительного. «Подразделения ракетной бригады Западного военного округа, оснащённые оперативно-тактическими комплексами «Искандер», были переброшены из внутренних районов России в район учений, где сходу приступили к отработке учебно-боевых задач». На Северном флоте в соединениях Западного военного округа и частях ВДВ в нескольких регионах России тревога прозвучала одновременно. Наземные войска и корабли вышли в район учений буквально по секундомеру – обеспечить безопасность России в арктическом регионе. За Полярным кругом у нас теперь появился полноценный военный округ. Он имеет свои сухопутные части, авиацию и флот. «Посмотрите, практически за Полярным кругом аэропорт военный, и он в надлежащем состоянии. То есть не посторонних предметов, полоса сухая, чистая. Всё изумительно». Участие в масштабных манёврах даёт возможность активно развиваться вооружённым силам России. Солдаты больше не учатся чистить картошку, а не учатся стрелять. «Самое главное – он будет защищать свою родину. Для меня это всё. Для меня это честь, что я могу защищать свою родину в любое время, любую минуту, любую секунду». В эти часы в международных водах Средиземного моря завершаются совместные с китайскими военно-морскими силами учения. Отработали освобождение судна, захваченного террористами, и сопровождение гражданского конвоя. «Столь тщательная подготовка должно привести к очень хорошим результатам наращивания нашего взаимодействия и опыта нашей совместной работы в любом регионе Мирового океана». Министерство обороны сейчас активно занимается перевооружением войск. Новую технику теперь можно увидеть не только на парадах. Прежде чем встать на боевое дежурство, образцы проходят полевые испытания. Сегодня днём на полигоне под Волгоградом отстрелялись модернизированные комплексы «Точка» и реактивные системы «Смерч». В этом году мы продолжаем поэтапно, в соответствии с планом перевооружения, осуществлять перевооружение и оснащение ракетных бригад на новый ракетный комплекс «Эскадер-М» и других средств, которые нам необходимы для того, чтобы к 2020 году иметь не менее 70% современных образцов вооружения в составе нашего рода войск. Ближайшие учения «Центр-2015», на которых в том числе и новые образцы вооружения пройдут обкатку, состоятся осенью этого года. Внезапные проверки боевой готовности тоже предусмотрены. Сергей Зенин, Первый канал.